поясните пожалуйста вот там в общем запечатанный грех что это такое вот это говорилось о исповеди причастие вот какой-то запечатанный грех что это означает я такого греха даже не слышал запечатанный то есть несказанный спрятанный исповедуемся что-то таимся боимся сказать или что я не слышал такого чтобы запечатанный было то нигде нету в литературе нету это в простонародье так говорят видимо запечатал человек в себе то и молчит не там могут они сказать но повторять эти грехи потом по жизни ну в общем так запечатанный ясно дело стоит печать не прикасайся нельзя потому что в этом грехе замешан кто-то ну надо говорить так чтобы там то не повредить я раскаялся в этом с кем грех то был мы вместе воровали там или еще что-то делали может поэтому называется так я не встречал чтобы кто-то имел конкретно вот у него запечатанный грех я даже не знаю этого что за грех грех любой может и особенно блудо бояться сказать придумали у одного священника одно сказать поехать там где-то монастыри другому другое это запрещено так никого больше нет а то ухожу я говорил чтобы написали все просьба такая как нашли наши ресурсы я уже скидывал сейчас 37 человек уже сказали как интересно я считала со слезами видите это проявление милости божией я увижу здесь вот некоторые еще даже видимо не думали пишите я прошу как вышли на наши ресурсы где вы были до этого как услышали где-то каким путем бог привел то потому что по разному приходили они у меня пришли тут через детский лагерь другие там кому-то я что-то сказал кто-то уж слышал там от парализованного сергея напишите все кто еще не написал подробно хотя у пол листа вот тут обратите внимание вот я уже поставил здесь 37 человек это же не два человека и мы сразу видим как господь все слышит какие ответы дает и найдите лучше как выразить это кто лучше всех ответил уже сегодня можно говорить а когда будет человек 100 тогда действительно уже ума палата будет у тебя ты не будешь нигде пренебрегать везде будешь говорить нести евангелие подать там один листик перепишешь кому-то дашь кому-то помочь кто-то укажет тебе вот туда-то это был бога ну сколько разных у бога тропинок дорог которые ведут на голгофу жду пожалуйста так девора напиши как насчет своего имени ты услышал и как это было я добавлю я уже выкивал ваши кто прислал я уже все оформил и пал по эту имена все уже поставлено вот этот вопрос освети подробно как у тебя было как узнала какое твое чувство к этому имени договорили договорились сразу сразу голубушка сделай это спаси кристос очень это очень интересно потому что каждое имя на какое-то число а библейскими на нет числа потому что никто не знает когда они ушли из этой жизни это самая сильная была женщина девора ее маршалы боялись они шли на фронт если ты не пойдешь и мы не пойдем с ней был бог воин саваоф и такое имя это только милость божия батюшка чтобы дать такое имя при крещении перебрал сколько календарей наконец нашел его монахи затерли и все для них матрона все значит там ксения петербургская переоделась мужскую одежду мужевую шинелку там ночью видели она там кирпичи да сколько она там кирпичей может поднять то это же не кран больше ничего за ней нету мария египетская 47 лет была в пустыне у у нее ни одного дня евангельского не было святая а мария магдалина называется апостол для апостолов благовестница ее даже вот когда читает андрея критского канон считают марию египетскую но не магдалину это ничем нельзя объяснить кроме тупостью и глупостью безразмерной нашей самый большой грех то люди христа не знают господь уходит уже последние слова говорит евангелие от марка 16 15 идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет вот и все девятьсот восемьдесят восьмом году крещение руси а библию дали 1876 году девятьсот лет слепой народ был да эти-то книги которые библию купили там сектанты перекупили дали под больше маленькой и все за развал россии за гибели первые ответчики будут на скамье подсудимых священники архиереи и учителя школьные вот так отошел давай ай можно конечно которую мне прислали про вас это была третья первая ссылка была начитки она затоуста это три года назад я не смогла прослушать из-за качества вторая ссылка была про детский лагерь я посмотрела и забыла третья ссылка была то что я писала на третий раз господь достучал все это напиши я вставлю ты получила сегодняшняя до получила интересно считать но посмотри кто кто как как отвечает и как живет вот смотри как вот допустим ирина кондратюк она же корректор всех книг наших и вот мы с ней как познакомились и что там написано ей какие бог открывает она два раза противилась и сразу раз и ими у меня появляется я разговариваю как с архимандритом арсением кондратюк в америке встречались мы в синоде когда второй разборок я не стала третий раз ждать говорит поняла что это ответ от бога и его фамилия так андратюк а я заговорил о кондратюке не с кем а с ней ну и нас господь вот видишь как свел она очень большую работу делает настолько внимательная каждую запятую проверяет вот что заводите дружбу друг с другом поближе быть но все тогда напишите прошу сделать это сразу отложите все дела с богом аллилуйя так вот и